Это видеограф, это комментатор, а это судья. Все они сейчас обслуживают футбольный матч аматорского турнира «Девятку». А это главный организатор турнира Максим Мамедов. Мяч часто залетал на вот эту бойлерную, и мы с ребятами выстраивали целые пирамиды, чтобы подняться и достать мяч. Здесь хватало всего колорита, бабушка кричала постоянно какая-то, что вы делаете, что вы тут шумите. Постоянно тоже война была. Пять лет назад он создал чемпионат по аматорскому футболу «Девятку», пройдя путь от 13 до 100 команд в одном городе. Моя самая главная задача – это чтобы максимально большое количество ребят-аматоров были вовлечены в дух соревнований. Чем больше людей занимается, тем лучше инфраструктура, тем сильнее сборная наша. Как заработать на аматорском футболе? Как создать всеукраинский турнир из детского чемпионата? Где аматорский турнир лучше – в Украине или Чехии? Смотрите в бизнес-плане. В Украине аматорские турниры организовывают разные ассоциации и профессиональные отрасли. Например, между собой могут играть банкиры, врачи и священнослужители. В принципе, это уже и является бизнесом, потому что, особенно если мы говорим о крупных компаниях, крупных предприятиях или корпорациях, для поддержания корпоративной культуры и социальной активности непосредственно сотрудников устраиваются как внутренние чемпионаты, внутри корпорации, где формируются различные команды, так и соревнования как бизнес-лига, допустим, между предприятиями. Конечно, это может быть достаточно успешным и прибыльным бизнесом. Прежде чем стать национальным, аматорский турнир в девятку вышел корнями из детского турнира в обычном киевском дворе. Мы сейчас находимся в моем родном дворе. Здесь проходили детские баталии. С 7 лет здесь я играю. Здесь я вырос. Здесь я родился. Можем пройти сейчас. Посмотреть на площадку. За воротами тоже была сетка 2 метра. И вот там, сразу за воротами, была детская качеля. Мячи постоянно летели с огромной силой. Еще стояли здесь парковки машин. Я не одну машину лично сам помял. Вот здесь есть балкон, кстати. Вот когда мы играли, вот примерно здесь я выбил стекло. Ну, вот этот мяч, как бы, его пробили. Потому что он в балконе залетел, его уже выбросили, уже навыбратно пробитым. А так, в принципе, мы крушили. Но именно в этих условиях Максим и создал свой первый турнир. Вот если тут человек 80, была текучка, я просто начал брать контакты. Поскольку тогда не было ни телефонов мобильных, тогда брались домашние номера. У меня была целая книга. То есть я сам распределял по силам сразу по командам, то есть составы, кто где будет. Там вот 4 команды. Мы приходили здесь, играли на вылет. Потом организовывали такие мини-турниры. Там у нас слаживались, у нас ларечек победителю, там, водичка. А проигравшие получали свою награду. Расстрел это, ребята, становится, становится в такой позе. Вот у стенки, здесь ставится мяч. И каждая из команды, вот команда стоит здесь, и каждый из игроков команды стреляет по заднице. Никакого лучшего приза не было, чтобы пришла с другого района команда. И вот здесь вот, как бы, экзекуцию устроить. Когда Максим и его друзья подросли, мало что изменилось. Так вот, в принципе, прошло детство. Параллельно была учеба. После этого уже начал я заниматься своим делом. То есть открыл строительную фирму. И начал участвовать в любительских турнирах, как игрок. Но Максим видел, что этот турнир можно улучшить. Я понимал, что финансово, как бы, не потянут ребята. И плюс еще по контенту, как вот оно наполнялось информативно. То есть хотелось бы, чтобы не просто, как бы, отыграл, пришел домой и все. То есть впечатления об игре остались и пошли. Мне, я просто это видел, что можно было бы добавить. Так Максим решил создать свой аматорский турнир. Тут-то и пригодились друзья детства, которые играли с ним в родном дворе. Друзья создали свои команды и заявились на турнир Максима. У нас это все началось за два месяца. Подготовка к турниру началась за два месяца до его старта. Задумка сразу интересная была еще в плане того, что первые начали проводить турнир зимой в помещении с искусственной травой. Сначала матбаза собиралась, то есть продумывалось. Инвентарь весь покупался, там по крупицам собирали. Стартовое вложение в бизнес составили 8 тысяч долларов. Дополнительно в течение пяти лет существования турнира Максим вложил еще 30 тысяч. Таким образом, общее вложение составили 38 тысяч. Больше всего ушло на инвентарь. Мячи, сетки, ворота – 13 тысяч долларов. На маркетинг чуть меньше – 10 тысяч. На сайт потратили еще три. На непредвиденные расходы потребовалось 12 тысяч. Хорошо, что у меня изначально были навыки в футболе. То есть я понимал, что хорошо, что плохо. Я не представляю, как бы, если человек не далекий от этого, как это можно сделать. Очень много можно кардинальных ошибок сделать, вплоть до того, что неправильные размеры, даже площадки нестандартные, уже ничего, может, не получили. Шести командам друзей детства из соцсетей присоединилось еще семь. Параллельно запустили сайт. Вот здесь вот, это наше первое поле турнира, вот, собственно, в этом манеже комплекса, стадион «Спартак». Давайте пройдем, посмотрим, как это все происходило, где это все находилось. Вот, собственно, здесь пять лет, практически пять лет назад и произошел первый турнир в девятку. По формату было 13 команд у нас, система чемпионат. В один круг команды сыграли, то есть он длился три месяца. Прохладно здесь было, и персонал мерз. Было здесь холодно, но атмосфера была теплой, дружеской. Первый чемпионат прибыли не принес. И даже наоборот, Максим не досчитался 850 долларов. Все из-за того, что некоторые команды на матч не явились и за матч не рассчитались. А аренду поля Максим уже оплатил. Есть дополнительные растраты, которые, в принципе, тоже могут составить и 10, а как в этом случае они составили и 30%. Закладывается вообще заработок наш, это 10% с оборотов. С девяткой получилось, что, в принципе, средства были небольшие для старта, но выйти было очень сложно в плюс. Наверное, из-за того, что слишком люблю это дело, и когда появляются какие-то свободные деньги, оно все равно вкидывается дальше в проект, и дальше это все двигается. Ну, спустя 5 лет вливания средств в турнир, я вам могу показать, что получилось. После первого чемпионата турнир в девятку сменил несколько мест, и каждый переезд давался Максиму, организаторам и участникам тяжело. После «Спартака» мы были в парке «Партизанской славы». И люди, как они говорили, что «Максим, можно было в Киеве делать поля», потому что полтора часа люди добивались. Ну и все равно все команды ездили, ни одна команда по географическому расположению не отказалась. Всего в девятку сменил 10 разных комплексов, и везде были свои технические проблемы. Сейчас я вам покажу место, где сейчас, в данный момент, проходят турниры в девятку. Пройдемся. Здесь три поля, они идут стандартных размеров. Сейчас я вам покажу. Вот в комплексе есть четыре раздевалки. Ребята могут сюда зайти переодеться. Вот здесь душевые раздевалки, можете посмотреть. Вот вода работает, слава богу. Вот это пример стандартного поля для проведения матчей турнира. Единственное, что здесь не хватает, это трибун хотя бы на количество 50 человек. То есть это моя разработка здесь полностью. В принципе, строительные леса, просто и обтянуты нашим партнером тентом. Здесь сидит у нас комментатор, врач и видеооператор. А теперь покажем, как это все работает во время турнира. Чумаченко, бьет! Чумаченко, вот так, как вышел. Максим тоже играет в турнире сразу за две команды. И сейчас одна из его команд выйдет на поле. Давайте, ребята, у нас сегодня полный сбор. Каждый с каждым играет две четверки. Выдавливаем на их половине. Давим на протяжении всего матча. Первый тайм точно, второй уже играем по счету. Все, плотно каждый с каждым. Знаете, что-то правильно. Немного разминки. И плана на игру. Дорабатываем сзади. И там их выжимаем. Их мало. Все, не даем им шансов даже ничего сделать. А теперь можно начинать. Команда Максима без труда обыграла соперника с крупным счетом. Так играют на чемпионате в девятку. А теперь расскажем, как устроено все изнутри. Турнир проходит каждые выходные. Все начинается с утра, когда приходит технический администратор. Мы приезжаем, раскладываем аппаратуру, готовим аппаратуру, проверяем, настраиваем. Камеры, планшеты, микрофоны. То есть все полностью. Табло, пультики. Развешиваем баннера наших спонсоров, партнеров. Перед началом каждого матча капитаны команды регистрируют у Сергея состав на игру в протокол матча. На каждую команду ведется такая вот ведомость. Личная история платежей. Также есть у меня бланк по персоналу. Работает оператор, комментатор, врач, судьи также из федерации. Всех я в конце дня рассчитываю. Здесь также все это отмечаю. Рассмотрим, из чего состоит себестоимость одного матча на турнире. Для анализа возьмем матч киевского турнира стоимостью 38 долларов. Из них на зарплаты организаторов матча на поле уходит 35%. На удаленке 15%. На аренду поля уходит 25%. Награждение, реклама и дополнительные расходы занимают еще по 5%. Остается 10. Это и есть прибыль. Сергей работает на турнире 2 года и специально приехал на работу из другой страны. С Максимом Мамедовым мы знакомы с детства. Он меня пригласил. Как-то мы приехали с супругой в отпуск. Встретились. Говорит, не хочешь попробовать? У меня есть проект. Футбольный турнир. Любительский. К слову, в Беларуси это не так сильно распространено. И поэтому для меня это было новое, что-то неожиданное. Я согласился, приехал сюда. С первого дня мне понравились люди, понравилась атмосфера. Сразу три участника оргкомитета. Каждый матч сидят в этой кабинке. Это видеограф, комментатор и врач. Его упас с глубины. Верху шапу. Хорошая передача из глубины. Будет ли удар поворота? Это Вадим Корабенко, комментатор и бывший главный редактор чемпионата в девятку, с которым Максим познакомился на первом зимнем турнире. Вадим – профессиональный комментатор, работал с журналистом на нескольких телеканалах. Он сделал реальными все мечты Максима о профессиональной спортивной журналистике на аматорском чемпионате. В 2014 году я вернулся из АТО и создал клуб «Миротворец», чтобы мои ребята, которые со мной служили в АТО, они здесь не занимались ерундой, не купались в фонтанах. Я хотел сделать качественную альтернативу. Появился новый чемпионат, пришла рассылка банальная, я позвонил Максиму. Заявились на турнир в девятку. Я, как футболист, играл на многих турнирах, и везде у меня были вопросы к организаторам, просто даже по отдаче энергетики. А Макс с хорошей энергетикой, и я видел, что он хочет сделать революцию в аматорском спорте. Но сначала на предложение комментировать матчи Вадим не согласился, посчитав это нереальной идеей. Но я решил попробовать. Мы начали с ним делать такой симбиоз аматорского футбола с профессиональным подходом. И мы понимали, что эти ребята, может быть, и сами когда-то хотели быть Криштиану Роналду, или Лионелем Месси, или Андреем Шевченко. И мы попробовали сделать им такие условия, чтобы они сюда приходили не мяч попинать, а поиграть в футбол и почувствовать себя футбольной звездой. Действие внимания организаторов – освещение в нами же созданных масс-медиа. Хороший подход, врачи и так далее. И такой подход дал результат. Каждый год количество команд на турнире росло. Первый сезон, зима 2014-2015, было 11 команд. На следующий сезон заявилось 14. Затем 20, 35, 54. А спустя 4 года существования турнира в чемпионате участвовали 110 команд. И после 30-го мы с Максом созвонились как-то, и я спрашиваю, сколько? Он говорит, 76. И мы просто не знали, что делать с этим объемом, потому что я один комментировал, а он один организовывал. По сути, ты да я, да мы с тобой. Ты да я, да мы с тобой. Но потом Вадим нашел комментаторов, и их хватило на все матчи. Со временем создали и редакцию. И теперь здесь пишут обзоры и аналитические статьи. Берут интервью у участников, пишут новости, анонсы и отчеты. Гонорар комментатора за матч составляет 2 доллара, а работа всей редакции из 7 человек обходится организатором в 1200 долларов. Собрать 100 команд в Киеве Максиму оказалось мало. Дальше он решил создать всеукраинский аматорский футбольный чемпионат. А помог ему в этом, как всегда, друг детства. Как развивалась история дальше, вы, наверное, уже догадались. Как-то встретились, и Макс предложил мне вместе развивать Украину. Мы на следующий день уже встретились в заведении, посидели, плотно пообщались, расписали план действий. По-моему, через неделю мы поехали в турне по Украине. За три недели мы объехали 22 города. Мы увидели там большинство полей и залов, которые существуют в Украине. Вот пообщались с людьми, вообще посмотрели, нужно это или не нужно. Вот в городах, в какой форме, в каком формате. И первый сезон по Украине у нас стартовал в сентябре. На него заявилось около 70 команд в шести городах. Всего в старт первого национального чемпионата вложили 6 тысяч долларов, которые друзья одолжили. Первый сезон не то, чтобы не что-то отбил предыдущие затраты. Он нас завел еще глубже. И после этого сезона мы уже начали пересматривать бюджет, какие у нас дополнительные затраты. Может кому-то, особенно по городам, кто-то думает, что на «Девятке» реально зарабатываются большие деньги, готов вас разочаровать. Сейчас национальный турнир «Девятку» – это 8 городов, 70 человек организаторов и около 200 команд участников. На 1 июля 2018 года финансово это еще не оправданный турнир. Мы еще не отбили вложенные деньги. Тем не менее, развитие турнира продолжается. И уже завтра Максим с Евгением уезжают в Одессу, где состоится первый национальный кубок среди аматорских команд в «Девятку». В кубке участвуют 16 команд из 9 городов. 4 группы по 4 команды. В первый день проведения кубка команды сыграют групповой турнир. Во второй день определится победитель. Вторая команда «Максима» тоже участвует в кубке. Пока еще не почувствовали дух соперничества на всеукраинском уровне. Потому что играли против земляков своих, можно сказать, команды с броваров. Поэтому с нетерпением ждем остальных игр. Конечно, когда такой огромный чемпионат даже в рамках одного города переезжает, переезд сказывается на всех. Поэтому уже полтора года Максим и Евгений задумывают нечто грандиозное. У этих полей очень много вопросов. К сожалению, мы не хозяева этих полей. Возникают такие трудности с водой, с бойлерами, с самой инфраструктурой подходов. Когда чемпионат проходит на одном месте 2 или 3 сезона, он обретает свою особую атмосферу. Участники знают, как и сколько добираться, где какое поле, где не работает душ, и где можно отдохнуть после игры и обсудить ее. Когда чемпионат переезжает в новое место, атмосфера исчезает. И вместо того, чтобы двигаться дальше, много времени уходит на обустройство нового комплекса. А это тормозит развитие. Максим хочет больше не зависеть от чужих проблем, поэтому решил построить свой комплекс, который будет постоянным для чемпионата. Очень важным моментом, то есть это постройка своего комплекса. Мы тогда сможем закрепиться и, что самое главное, круглый год играть в одном и том же месте, из года в год. Принимать турнир в одних и тех же стенах, это будет родной комплекс, арена в девятку. Весь свой опыт аренды полей я буду вкладывать в то, чтобы сделать идеальную. Будет арена сделана полностью под турнир. И под него уже нашли деньги. Стоимость проекта всего оценивается где-то до 250 тысяч долларов. Это два комплекса. Полностью есть предварительные договоренности с инвесторами. Инвесторы – это участники турнира. Они полностью покрывают финансовый проект. Они зарабатывают часть денег с комплекса. Наша задача – полностью забить это поле по времени, его построить, его контролировать полностью. Ведем управленческую деятельность мы. У нас единственный вопрос – это с местом, локацией, где это будет находиться. Инвесторы есть, деньги тоже есть. И проект строительства. На руках даже покрытие полей. А вот найти место для строительства комплекса – самая сложная задача, на которую уходит большинство сил и времени. Мы сейчас идем на один из первых вариантов земли, который мы рассматривали под постройку манежей. На самом деле, очень много уже перебрали. И вариантов кусков земли во всех уголках Киева. Как всем, в принципе, известно, что сейчас в Киеве непросто под любые цели выделить, взять себе землю на любой срок. Здесь была большая футбольная площадка с травой. Тогда это поливали, тогда это был нормальный комплекс. И потом забросили это поле. И после того, как мы уже сюда пришли, мы уже увидели, что здесь уже зашла ассоциация бейсбола. Но второй момент – тут под землей есть какие-то коммуникации, которые помешали бы нам делать подложку, почву для полей, фундамент укладывать для манежей. Но ребята не отчаиваются и продолжают искать место для нового комплекса. Есть у Максима еще одна давняя мечта. По сути, самая главная идея – это у меня на данный момент сделать чемпионат Европы в девятку. Узнаем, как работает аматорский футбольный турнир в Чехии. В Чехии всего четыре аматорские футбольные лиги. Свой первый турнир Ганс Паулка организовала 46 лет назад. С тех пор лига стала крупнейшей в Центральной Европе. Первая игра состоялась в 1972 году. Это был школьный турнир среди старшеклассников. На тот момент существовала всего одна группа, в которой играло 8 команд. Сейчас в основной лиге зарегистрировано 720 команд. Еще около 240 команд играют в ветеранской от 35 лет и суперветеранской лиге от 45. Таким образом, Ганс Паулка насчитывает около тысячи команд, в каждой по пять игроков плюс один вратарь. В лиге около 12 тысяч активных игроков. Единственное условие для участия – на момент игры футболисту должно исполниться 15 лет. Не имеет значения, это мужчина или женщина, чех или иностранец. Для регистрации в турнире команде необходимо внести залог в 130 долларов, из которого в дальнейшем высчитываются штрафы и нарушения, допущенные за весь сезон. После этого каждый игрок проходит одноразовую онлайн-регистрацию за 2 доллара, а также платит 13 долларов взнос за сезон, то есть за 11 игр. В Ганспалтской лиге около 20 команд иностранцев. Например, украинские команды «Гаверла» и «Динамо» в прошлом сезоне показали высокий результат и в новом сезоне будут играть в группе «А». Лигой руководит коммерческая организация «Фражская ассоциация малого футбола». В ней работают три сотрудника, зарплаты выплачиваются из сборов команд. Своего поля у Ганспаулки нет, поэтому каждая игра организаторам обходится в 22 доллара. Турниры проводят два раза в год – весной и осенью. Почему бы вслед за дворовым, городским и национальным турниром не состояться и международному? Пожелаем Максиму, Евгению и всей команде в девятку воплотить и эту цель в жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова